здорово народ сегодня у нас попал под разбор fly модель не помню честно говоря такая лопата у нас 6 5 по моему дюймов экран короче огромная лопата тех времен когда-то это было круто был бы он еще мощный в то время вообще было бы хорошо вот такой у нас аккумулятор огромный на 2500 всего почему-то хреной почему вот модель у нас айкью 4601 сейчас мы его раскидаем смотрим что внутри у нас телефон не разбираться ломба у нас гарантийная на месте вот 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 И вот, подклеивается у нас почему-то рамка одна. Рамка нам одна не нужна, отклеенная, вот все, защелку на лоб, поглупше просто засунуть, а вот и нашел, и она мимо рамки пошла бы. Аппарат достаточно большой, даже в кадр не влазит, разбирается он легко, никаких там скрупких защелок нету, поэтому не могу даже в кадр вместить настолько большой аппарат. Все, периметр у нас отщелкнулся, вот это у нас снялось все. Здесь мы видим динамик полифонический, ничего больше нету, плата нижняя со шлейфом, здесь у нас микрофон, контакты под динамик и вибромотор, все больше ничего нету. Ну вот такая у нас системная плата, огромных размеров, болт выключенный почему-то один внутри, хотя телефон не скрывался. Как-то такое бывает, что болты, например, раскручиваются просто так. Ну, гав, ну почему-то один раскрученный. Ладно, не суть. Отщелкиваем шлейфа, шлейф тачскрина, заклеиваем скотчем, убираем скотч на ногу, отщелкиваем, оттаскиваем шлейф. Рядом находятся у нас пятаки, куда можем подпаиваться. Шлейф дисплея также заклеивается почем. Отщелкиваем, оттаскиваем. И боковые клавиши у нас приклеены к корпусу и припаяны к плате. Поэтому мы их просто отклеим, чтобы не отпаивать их. Еще вижу, чтобы вот один потерял, забыл. Открутить, честно, они хоть и быстренькие. Вот такой у нас длиннющий болт. Почему-то здесь попробуем приподнять плату, так как у нас там внизу еще один шлейф идет. Таймер она мешает определенно, так как она приклеена к корпусу. И нам ее придется снимать аккуратно. Вот таким вот образом кайковы. Сюда извлекаем, убираем. Все, плата поднялась. Отщелкиваем последний шлейф. И плата у нас извлечена. Здесь у нас какие-то непонятные пластиковые части. Видим датчик приближения и отдаления освещенности. Никаких экранов защитных нет, ни на процессе, ни на памяти. Зато у нас корпус выполнен. С какого-то алюминиевого сплава, которое отходит тепло. Так что я думаю, сильно-то он и не грелся. Смотрим телефон, разобран. Или давайте лучше снимем сразу тачскрилл. Он нам все равно здесь у нас не может. А также у нас битый дисплей. Так что спокойно можно проверять. Даже не расстраивает что-то повредить. Повреждать уже нечего все равно там. Вот так вот отталкиваем. С небольшим усилием. Снимаем тач. Так, скотч у нас тут прилип. Стоп. Закупится. Скотч у нас тут прилип. Угу. Добавь сюда. И стреляем. У нас со шлейфом так. Убираем. Шлейф в принципе тоже особо здесь уже не нужен. Поэтому убираем. И дисплей у нас вот в таком состоянии. Видите, да? Как он у нас поплыл. То есть вот отсюда был удар. Сейчас вот так делаем. Вот отсюда был удар. И отсюда пошла трещина по всему дисплею. Дисплей у нас вытаскивается из таких. Вот отсюда через тач. По-другому он его не достанет никак. Нужно тоже отрывать. То есть вот с подсветкой. Так, конечно. Так. Все. Так. У нас полностью готово. Это в ремонту. Вам спасибо за присмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok